В самых маленьких же хоров Гродно в святочные дни з'явилась макшимость опынуться в театральном закулисе. Подчас экскурсии, якея попереднейшую спектаклем, детям дозволили убачить тое, что, звычайно, застаётся таямницей для глядача. Якея шесть рупрызы подрихтовали дорослые для детей, доведался наш корреспондент Волька Капкович. У театры лялек перед детьми открыли кулисы, а разом зыми и театральную таямницу. Юным гродзенцам пропоновали поспробовать себе у роли гримеров, бутафоров и декораторов. Миновита так, маленькие глядачы опынулися за театральными кулисами. Для их это саправдная магия, коли на сцене починают играть таяляльки, які некальки хвилин тому сами трымали у руках. Кажуть, такие отсюда махчимы только накалядные святы. Новый год нужен для того, чтобы получать подарки, для того, чтобы дети радовались. Дед Мороз – это тот, который сдаёт детям подарки и ночью летает, пока никто не видит. Кожны ранешнік у грозенских театрах – это заусёды яскравая премьера. А лялечный спектакль «Каска про бедную сиротку Марушку» и «12 месяцев» отрымауся настолько выдатным, что ягу вырошили уключить у постоянный репертуар. Занята практически вся трупа. В одном спектакле работает 12 человек, как и 12 месяцев. Используем приём чёрного кабинета, работы за экраном. У нас ещё актёры будут выходить в костюмах, масках. Мы попытались сделать эффект 3D даже со спорным видео. У драматичным театры «Новогодний ранешник» по традиции починаются с карагода вокруг ёлки. Дети обовязково танцуют, спевают, рассказывают верши и запаливают агеншики. До свят грудзенские актёры обновили спектакль «Мороз Иванович», який ставился тут 10 годов тому. У нас замечательное сценическое оформление. «Сказка» совершенно приобрела в этом плане новую одежду. Она стала, как говорит Мороз Иванович, она стала богатой, она стала красивой, нарядной. От этого, конечно, иначе стали играть и жить в ней актёры. Новые костюмы, новые декорации. По традиции, пока сказочных спектаклей для маленьких белорусов протягнется у студени уже нового 2016 года.